Самые одиозные способы отметить День России В центре Москвы прошел марш на Вашингтон с бутафорскими боеголовками. Толпа, опоясанная гигантской георгиевской лентой, скандировала «Ярс», «Сармат» и «Посейдон». Берем на прицел мы Вашингтон. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отказался поздравлять россиян с праздником 12 июня, так как не считает праздником День развала Великой страны. В Москве возле здания иностранных посольств появились ироничные таблички с приглашением на День России. Конечно, без гендерно-нейтральных туалетов не обошлось. В Нягане День России отметили открытием граффити с портретом Вагнеровца на школьном фасаде. В Теплоогаревском районе Тульской области прошел праздничный концерт на сцене, задник которого украшала огромная надпись «За мир без нацизма, за Россию, за президента». В поселке Карачиха Ярославской области в День России отметили плетение маскировочных сетей детскими руками. Дмитрий Медведев поздравил подписчиков с Днем России, выложив видео, где границы России и правда почти нигде не заканчиваются. Ереванский митинг сторонников Баграта Галстаняна перерос в массовую драку с полицейскими. В 15 часов 30 минут там собралось несколько тысяч человек, которые в 17.00 отправились к стоящему улице Демирчана полицейским с требованием открыть проход к зданию парламента, где в тот момент проходило заседание с участием Никола Пашиняна. Стражи порядка ответили отказом и напомнили об ответственности за попытки противоправных действий. Спустя полчаса сторонники и архиепископа начали первый штурм, в ходе которого силовики отступили на полтора метра. Полицейские как могли защищались от летевших в них бутылок, дубинок и шлемов. Начались аресты наиболее активных митингующих. В Калужской области стрельба у монастыря Оптина пустынь. Стрелявший по автомобилю пытался ограбить водителей. О мотивах преступника сообщает агентство РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии остановил автомобиль и несколько раз выстрелил в воздух и землю. В результате одна женщина получила легкую травму рикошетом куска асфальта. Стало известно также, что пострадавшая при инциденте женщина – иконописец. США ввели более 300 новых ограничений, сообщил американский Минфин. Санкции коснулись финансовой инфраструктуры, облачных сервисов и информационных технологий и проектов, связанных с сжиженным природным газом. Кремль назвал новые ограничения незаконными. К старшему брату Максима Галкина пришли с обысками. В офис компании Дмитрия Галкина и в его дом пришли силовики с обысками, сообщая от РБК со ссылкой на источник, близкие к МВД. По данным издания предприятия Дмитрия Галкина, ООО «Военная промышленная компания» занимается переоснащением БТР, а следственные мероприятия проходят в связи с делом о хищении в Минобороны. Илья Яшин заявил, что откажется от обмена, если поступит такое предложение, так как для него неприемлемая миграция из России. В Москве ко дню России появилась серия антивоенных граффити. Автор работ неизвестен, однако некоторые граффити – прямые амазжи на шифровые композиции известного художника Канг Факт.